Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях руководитель Центра русского языка и культуры Государственного университета имени Брюсова Михаил Давидович Амирханян. Русские поэты, а их около ста, но их больше, в прошлых веков и современных, их больше, вот эти 600 стихотворений, они покрыли, так сказать, большим зонтом Армению вот своими стихами. Кто только не топтал армянскую землю, к сожалению, это единственный народ, единственное государство, которое не воевало исторически, дружбу между народами, между русским и армянским народом. Все гости, так назовем, участников конференции, отмечают три вещи. Это культура Армении, богатство культуры Армении, это армянское национальное гостеприимство и также исторические взаимоотношения русских и армян. Вот это нужно всегда иметь в виду и ценить. Он не против России, это тот, кто распространяет это, он против армянина, против самого себя, против своей истории. Но если не будут знать русский язык, как же мы будем представлять свою культуру в русскоязычном обществе? О спасении Армении я сделаю большое заявление, я не знаю, как это воспримется, в дружбе с Россией. В дружбе с Россией. Силу... Вот Белоруссия, возьмите, уже атомное оружие имеет. А почему мы в дружбе с Россией не можем иметь атомное... Если 102-я база не стояла бы сейчас в Гюмри, до турки сразу вошли бы. Добрый день, Михаил Давидович. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Михаил Давидович, давайте поговорим о деятельности вашего центра, потому что деятельность уникальная, второго такого центра в Армении нет, и очень большой послужной список того, что делает ваш центр. Конечно, деятельность нашего центра очень обширная. В одной передаче вряд ли уложится, но, во всяком случае, этот центр был создан в 2009 году, просуществовал до сегодняшнего дня. В этом центре ведется научно-исследовательская работа по авторам, сначала так было и задумано, по русским авторам конференций, международные конференции. Чтобы быть кратким, скажу, что за эти годы, 15 лет, мы провели 20 конференций. Последняя будет по Маяковскому в связи со 130-летием, со дня его рождения. Это международные конференции. Чтобы слушателю было понятно, участвуют в этих конференциях или участвовали из 50 городов России, из вузов и культурных центров, 50 городов России. Причем все эти конференции на одну и ту же тематику. Маяковский, двоеточие, русская и национальная литературы. Такого формата конференции, насколько я помню, ни я не встречал. Были брюсовские чтения в Брюсовском университете, их прошло 1962 года, по сегодняшний день прошло 18. Ну, это по одному поэту. Здесь же охватывает уже 20 русских классиков. Такого, повторяю, никогда не было. Мы издаем сборник материалов. Это монографии, коллективные монографии. Тоже новшество. Обычно конференции проводят, а потом, значит, собирают материалы, целый год обрабатывают, мучаются и так далее, и издают книгу. Она теряет актуальность. У нас же это до начала конференции. Вот по Маяковскому у нас в сентябре будет конференция. На сегодняшний день уже у меня на столе 30 докладов поступило. А еще столько же я ожидаю, чтобы успеть перед отпусками книгу заслать в типографию, и чтобы книга была издана, и каждый участник конференции получает свой экземпляр. Это новшество. Такого никогда, повторяю, не было. Дело в том, что все материалы этих конференций, ну и несколько других, имеющие отношение к армяно-русским отношениям, оцифрованы. Это 9 тысяч страниц. И расположены, они включены в электронный архив Уральского федерального университета. Это Екатеринбург. Насколько мне известно, из Армении в других местах, чтобы в архив было включено, в электронном варианте тоже нет. Это тоже новшество. Ну вот и работаем. Интерес большой. Участвуют в этих конференциях, я сказал, представители 50 городов России и 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Еще ваша деятельность, ваша книга, над которой вы работали... Это второй вариант нашей деятельности. Дело в том, что я многие годы, больше 50 лет, я занимаюсь армянско-русскими литературными взаимоотношениями. И вдруг я из Смоленска получаю письмо. Вот Михаил Давыдович, мы просим то-то, то-то, то-то. Расписывают свою проблему. Давайте скажем, о чем это книга, чтобы зрители лучше поняли. Расписывают свою проблему. Вот мы хотим то-то, то-то. В ответ на письме я обращаюсь к ним. Пожалуйста, скажите, кто вы и конкретизируете. Когда я получил второе письмо, это была завкафедрой Смоленского университета Романова Ирина Викторовна, которая руководит такой проблемой. «Армения в зеркале русской поэзии». Это у них включено в план и так далее. Ну, раз так, мы начали, так сказать, готовиться, собирать материалы. В 21-м году, в марте месяце, вышло первое издание вот этой книги. Это уникальный сборник, как я понимаю. Это было около 300 стихотворений русских поэтов об Армении. Ну, дальше больше я увидел, что уже к осени набралось еще больше 100 стихотворений. Осенью 21-го года второе издание этой книги было. И третье издание уже 600 с лишним стихотворений русских поэтов об Армении. Это третье издание. Единственное, что я считаю небольшим недостатком, это каждый раз 100 экземпляров издавалось. Ну, это по понятным причинам, это связано с финансовыми затратами. Что из себя... Да, и эта книга по представлению Смоленского университета выиграла конкурс в российском новом фонде, в котором и кафедра, и группа будет создавать электронный вариант армянского текста в русской поэзии. Вот именно ценность в это... Это новшество. Вообще такое не делалось. Когда вот эта книга мне напомнила другое. Если Брюсов в 15-м году возглавил работу по просьбе армянских писателей Цатуряна, Макинчана, Паусяна и... Ваана Таряна вы называли. Вот, вот, видите, выскочила. Ну, ладно. По просьбе армянских писателей возглавил работу по переводу армянской поэзии на русский язык. И в результате получилось так, что впервые армянская поэзия средних веков бурным потоком была влита в русскую поэзию. Это новшество. Никто такого масштаба работы не выполнял. То вот этот материал, наоборот, русские поэты, их около ста, но их больше. В прошлых веков и современных их больше. Вот эти 600 стихотворений, они покрыли, так сказать, большим зонтом Армению вот своими стихами. О чём эти стихи? Эти стихи или хвалебные, или сочувствующие, или исповедальные эти стихи. И я, как заключение, всегда говорю, это молитвенник русской поэзии об Армении. И его надо очень и очень ценить и распространять. Для школьных учебников родилась вот эта, отпочковалась этой большой антологией, монографией, отпочковалась адресные стихи русских поэтов об Армении. Что такое стихотворение, посвящённое Сарьяну, Туманяну, другим, третьим и так далее, видным деятелям армянской культуры. И это стихотворение, эти стихи, они проливают свет, как высоко ценится в русской пишущей интеллигенции Армения. Как красиво! Вот, допустим, Матусовский, написавший 40 стихотворений об Армении, и в одном из последних стихотворений он просит прощения у армян, что он родился в 15-м году. Но это небывалый случай такой. Звягинцева кричит просто, не будь Россия родиной, «Моею Армению не полюбил бы я». В ответ на это я говорю, не будь Армения родиной моей, Россию не полюбил бы я. Дудин кричит, то сумгаи, то геноцид и так далее в своём стихотворении. Каждый по-своему, и когда читаешь, по шкуре мороз. Это редкость. Это пример для подражания, это пример братского отношения одного народа к другому. Хочу дополнить ещё, что никогда между армянами и русскими не было столкновений. Иначе говоря, никогда не воевала Россия с Арменией. А мы все знаем, что кто только не топтал армянскую землю. К сожалению, это единственный народ, единственное государство, которое не воевало исторически дружбу между народами, между русским и армянским народом. Достаточно вспомнить, что врачом у Владимира Мономаха был армянин. Это пишется в слове 27 «Повести временных лет». Летописец описывает, как он армянин, как попал туда, как он лечил и так далее. Это уже вторая статья. Одним словом, это непочатый край взаимоотношений чистосердечных. И сегодня, что существуют какие-то натяжки, это, я думаю, они временные. И я думаю, что это результат непонимания отдельных политиков, исторических взаимоотношений и необходимости дружбы между русским и армянским народами. Достаточно вспомнить Юденич, начальник штаба царской армии, будучи в 15-м году в Кавказской войне, освобождая армянские земли, еще тогда он сказал, что не будь Арменией, мусульманский мир придет в Сибирь. Я же к этому добавляю, и будет вторая золотая орда. А кому она нужна? Ни России, ни Армении. И те мои соотечественники, которые говорят, что или смотрят, что Запад нам поможет, ничего подобного. Запад в лучшем случае даст оружие и скажет, убивайте друг друга. Вот как на Украине это делается? На эту тему можно говорить очень долго и много. Ну, я думаю, достаточно. На ваш вопрос я ответил. Я бы хотела для наших зрителей отметить, что в прошлом году вас наградили медалью Пушкина, наградил президент России Владимир Путин за большой вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и Арменией. Также у вас есть медаль за вклад в развитие Евразийского экономического союза. Вы получили в 2019 году еще орден дружбы Корейско-Российского общества культуры и искусства. Вас высоко оценили в вашей деятельности. О нашей конференции хочу добавить. Кто хочет узнать, что такое наша конференция? У нас в 2018 году была конференция, в 2019 году была конференция по Солженицыну. Так вот, по этой конференции мы организовали и сделали фильм документальный на 36 минут. Желающие могут посмотреть в Ютубе. Также в Ютубе. Солженицын конференция. Единственное, что еще хочу добавить, что все наши гости, которые участвуют в моих конференциях, в своих письмах, вот тут мы даже издали отзывы, здесь письма и газетные публикации, это в 2019 году мы издали. Все гости, так назовем, участников конференции отмечают три вещи. Это культура Армении, богатство культуры Армении, это армянское национальное гостеприимство и также исторические взаимоотношения русских и армян. Вот это нужно всегда иметь в виду и ценить, 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 ценить. Я бы хотела еще поговорить и показать нашим зрителям другой ваш сборник, герои армяне Великой Отечественной войны. Вот вы собрали. Это в связи с 80-летием победы Брюссельский университет также готовится, было получено директива, что будет делаться. Ну, этот сборник армяне-герои Советского Союза, их 108. Здесь не то, что описание, а здесь все наградные листы, подвиги. Здесь Амирханян это все собрал, но здесь практически 108 авторов, ибо полковой писарь писал, описывал подвиг, и все эти вот документально включены. Что бросается в глаза? Прежде чем сказать единственное, вот хочу напомнить слова великого маршала Советского Союза Жукова. В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена, не тускнеющие славой мужественных воинов. Ну, к этому я только могу добавить, что получилось так, что 26 юнцов армян удостоились звания Героя Советского Союза. Вот сейчас я вам покажу, 26 юнцов, это в 20-летнем возрасте 6 человек стали Героями Советского Союза. В 21-летнем возрасте 5 человек армян стали, они уроженцы Армении, Грузии, других городов, Ташкента, Краснодара и так далее. В 22-летнем возрасте это 6 человек, то же самое, из разных городов, из Армении и других городов, в том числе из Баку, из Леннакана, из Двилиси. В 23-летнем возрасте 4 человека, в 24-летнем возрасте двое и в 25-летнем возрасте 5 человек. Иначе говоря, 25 человек, молодежи армянской, то, что сегодня совершают наши богатыри, молодежь Армении подвиги в защите Армении, Арцаха, они имеют вот такие богатые традиции преданности Родине, преданности великому делу свободы. Так что, пример поучительный. Вот эта книга, она претерпела три издания, и думаю, к 80-летию Великой Победы эта книга будет переиздана и опять пойдут воинские части армянской армии, воинской части вместе с лекциями и так далее. Что? Все, что поучительно, должно не забываться. Не забываться. Спасибо. Михаил Давидович, интересно ваше мнение про сегодняшний уровень образования, про русский язык. Как вот вы оцените вообще уровень владения русским языком, уровень знания русской литературы армянами? По большому счету для России все равно, армяне будут изучать русский язык или нет. По большому счету. Но русский язык нам как хлеб, как родной армянский нужен. Потому что, если мы не будем знать русский язык, мы бы не создали вот такие вот богатые содержательные книги. Нам нужно обогащать... Да, у нас очень богатая своя литература. Она, к сожалению, столько трений было, что она в основном национальная русская литература. Любого писателя возьмите. Чехова, Толстого, не знаю, Городецкого, не знаю. Нет писателя, который не касался бы армянской темы. Это свидетельство о том, что наша богатая культура армянская прельщает, привлекает. И мы обязаны через русский язык передавать русскоязычному читателю. Ну вот представьте, если бы я вот это не сделал, вот эту вот книгу не сделал. Кто бы знал, что 600 стихотворений русских поэтов около стаих вот так воспели Армению. Это же наша гордость. Значит, Армения заслужила, армянский народ заслужил того, чтобы другие знали. Не только убивали, не только, не знаю, обходили мимо. Но это в то же время и наш щит, духовной защиты нашего народа. Поэтому я думаю, что, так сказать, уменьшать роль изучения русского языка в Армении – это будет грубая ошибка. Грубая. Ну вот мы в то же время наблюдаем, активно распространяются антироссийские настроения в обществе, вот это идет активная информационная война, также в историческом плане уменьшают роль армян в Великой Отечественной войне. Я понял, это не против России, это тот, кто распространяет это, он против армянина, против самого себя, против своей истории. Но если не будут знать русский язык, как же мы будем представлять свою культуру в русскоязычном обществе? Как? Кто? А не нуждаемся мы в этом? Наоборот, мы очень нуждаемся, чтобы о нас знали. Он уважать себя заставил. Помните Пушкинская третья строка? Так мы должны, как мы должны себя заставлять, уважать? Мы должны своим знанием, своей историей, чтобы, представь Папа, знакомить русскоязычное общество с этой историей и вызывать к себе уважение. Ведь три вещи отмечаются, я повторяю, три вещи. Это исторические памятники, культура, гостеприимство Армении. Вот и все. Вот я сужу по конференции. Моих знакомых через эти конференции около 400 человек. Я не нашел ни одного, который что-то отрицательное. Но в беседе мы обо всем говорим. Нам надо все это в первую очередь. И тот армянин, который против русистики говорит, если так можно сказать, против, он против армян идет, он против меня, против других, против третьих идет. Я готов вступать в беседу с любым армянофилом. И я никогда в проигрыше не останусь. Можно быть армянофилом. Я первый армянофил, но я в то же время и русофил. Если я люблю свой народ, я должен любить и других, и показывать себя, как, что делается. Вот вы также говорили, что Брюсов и другие великие русские поэты очень высоко ценили армянскую литературу, в том числе средневековую литературу. И сейчас и школьные программы, именно ее сокращают армянскую литературу, убирают именно средневековую литературу, других авторов известных сокращают, убирают из учебного плана историю армянской церкви. К чему это все может привести? Я должен сказать, что это все результат незнания, результат необразованности, результат, а если знаний не хватает, знаний мало, то он не может и ориентироваться. Если сокращаем мы родной язык, а что мы вместо этого дадим? Армянский язык. Если мы сокращаем русский язык как иностранный, превращается, ну какой же русский язык для нас иностранный? Посмотрите на исторические взаимоотношения, и сегодня 3 миллиона или 3,5 миллиона армян в России. Какой же тут иностранный язык? Стыдно об этом говорить. Это язык братского народа. Выйдите на улицу, сейчас по Еревану, вы посмотрите, идет парень с двумя детками, коляска, жена и так далее, молодежь. Какой другой народ? Христианство, объединяющее наши церкви. Я вам скажу больше. Я волею судьбы удалось мне реставрировать русскую православную церковь в селе Уросар, бывшая Куйбышева, бывшая Новопокровка, армянскую, русскую церковь. Лично я организовал реставрацию. И участники моих конференций по Достоевскому, они посетили это, 20 человек посетили эту церковь. Ну, ведь они же поехали к себе и рассказывают, что вот в Армении, если наши церкви ломают всюду, то в Армении восстанавливают наши памятники. Приведу вам пример. На Хачеване в 1829 году, когда везли тело Грибоедова, убитого в Тегеране, первое воспевание было в армянской церкви. Это есть описание в моей книге и так далее, и так далее. Как можно исторические памятники разрушать? И сегодня, когда утверждают, что вот наши памятники, не было азербайджанских мечетей, если нет надгробий, то значит этот народ кочевого племени. И русские исследователи об этом говорят. Ну, зачем мне это? Понимаете, это в силу необразованности, в силу того, что вот забрать, отобрать чужое. Ну, нация вырождается, если письменность, если письменность будет вырождена. Слышим разные заявления от властей, в том числе о том, что обсуждают выход Армении также из ОДКБ, военно-политического союза с Россией, и в некотором роде смену вектора иногда обсуждают в сторону Запада. Вообще, видите ли, возможным и необходимым... Выход из ОДКБ, правильно, ОДКБ признана, бездействует, бездействует. Вот смотрите, помните, в Казахстане были волнения. Сразу Пашинян поступил очень правильно, отправил туда 30 человек или сколько, в помощь погасить там антиправительственное выступление. Очень хорошо сделал, послал член ОДКБ. А когда у нас Казахстан воздержался, чтобы вот Азербайджан наступил, там, пятое, десятое и так далее, я не буду углубляться. Конечно, это вызывает... Или Пашинян поехал поздравить турецкого. Я понимаю его, прекрасно понимаю, он правильно сделал. Может быть, где-то это очень унизительно пожать другу, врагу, руку. Он правильно поступил. Он показал великодушие армянина, что мы не хотим воевать, что было, то было. Но, с другой стороны, ответа мы не получаем. Здесь роль России. И это я понимаю. Мусульманский мир очень широк. В России это около 18 миллионов. Это может аукнуться. Поэтому нужно использовать то, что есть, умело. Умело использовать. Я здесь не буду раскрывать карты, что и как. Я думаю, в 1924 году положение полностью все изменится в пользу Армении. А то, что надеется, что Америка поможет, Франция поможет, да, пустые заявления. Или же в лучшем случае дадут, Америка даст оружие, идите стреляйте друг в друга, как сегодня делается в Украине. Не может этого быть неправильно это. Трезво нужно расчетливо подходить. Ну вот при этом, после посещения Турции, стали какие-то заявления появляться о том, что Армении не стоит больше поднимать вопрос международного признания геноцида. Непонятным образом символ Арарата стал обсуждаться на нашем гербе. Вообще, как вы к этому относитесь? Вы знаете, то, что Турция не признает геноцида, мои политики, наши политики, элементарных вещей это. После геноцида в Турции состоялся суд. Осудили генералов, которые были замешаны. Генерал Фарик Мустафа Назым Паша, руководитель суда, члены суда, бригадный генерал Зеки Паша, бригадный генерал Мустафа Паша, бригадный генерал Али Назым Паша, полковник Реджип. Их осудили заочно к смерти. Никто из моих соотечественников и другие не говорят, если вот Турция, сколько уже, 30, 40, 50 государств признали, если вы не признаете, за что же вы судили великих чиновников таких? А когда армяне привели в исполнение, каким путем уничтожили этих головорезов, сегодня поднимают голову, что вот армянские... Ну, представители армянского народа неправильно там даже памятник затрагивать и так далее. Абсолютно. Вот здесь политика, политика уже играет роль. Если мои соотечественники, политики правильно будут ставить вопрос, то, я думаю, положение трудно, но изменится. Под тем же давлением, а то, что заявляют осудить вот это, Карабах вот то-то, выселили то село и так далее, это очень плохо, что выселили этническую чистку, хотят провести, это осудительно. Дорогу закрыли. Российские миротворцы... Да если бы российские миротворцы не появились в ноябре 2020 года, не была остановлена война, ведь 24 тысячи армянских героев было в окружении, что бы с ними стало? Вот так мусолили мои соотечественники, а когда один из участников этих 24-х сказал, я был там, я был в окружении, 24 тысячи. Какой вред принесла эта война? 4 тысячи погибших, если 4 тысячи. Это значит, 4 тысячи девочек не выйдут замуж? Это значит, не родится 10-12 тысяч детей? И вот в общей сложности Армения потеряла 20 с лишним тысяч. Вот о чём нужно думать и смотреть. И использовать силу такую, которая защитит нас, нашу историю, наши земли и так далее, и так далее. Ну, а это, знаете, другой вопрос. Это в одной передаче об этом не скажешь. Поэтому меня, если кто-то и услышит, не осуждайте, пожалуйста. Я весь на стороне моего народа, я весь на стороне справедливости, и я весь, как исповедальное явление, делаю свою работу, чтобы показать, кто такой армянин исторически. Кто было? Давайте вспомним последний период Советского Союза, который распался за те 50 лет. Армения имела 300, около 300 предприятий. Построили и так далее. Это же был, по моё понимание, золотой век армянской истории. Благодаря чему? Благодаря тому плохому Советскому Союзу. И всё это растащилось, мои соотечественники растащили. И мне, как плату на 20 тысяч ваучер дали. Да разве можно коньячный завод продавать? Он доходный. Разве можно гостиницу Армении продавать? Мариотт, он доходный. Даже доходные предприятия распродали. Кого мы видим? Мы сами виноваты. Михаил Давидович, в чём вы видите спасение Армении и отца? Спасение Армении, я сделаю большое заявление. Я не знаю, как это воспримется. В дружбе с Россией. В дружбе с Россией. Силу. Вот Белоруссия, возьмите, уже атомное оружие имеет. А почему мы в дружбе с Россией не можем иметь атомное оружие? Если 102-я база не стояла бы сейчас в Гюмбрии, да турки сразу вошли бы. Во время Отечественной войны турки ожидали, что Сталинград падёт в 43-м году, и 26 дивизий стояло по тем же временам вооружённых до зубов. Они бы уничтожили Армению и выполнили бы историческую свою гадкую миссию. И сейчас бы вошли. А если у нас будет атомное оружие? В Белоруссии. А если мы в союзном государстве? А почему нет? Я заключаю договор. Союзное государство. Может быть, кому не понравится моё смелое выражение. Что ж, я готов полемизировать дружбу. И в конце договора Армения оставляет за собой право. То-то, то-то, то-то. Это всё политически обсуждать надо. Обсуждать надо консенсус, чтобы и России было выгодно, и Белоруссии было выгодно, и Армении было выгодно. Грузинская дорога закрыта. А что, Армения не может? Поставить вопрос на правительственном уровне нельзя. Но есть варианты. Хотя бы взять этот отрезок земли, участок, я не знаю, 100 гектар, не знаю, 20 гектар, тысяч квадратных метров, в аренду и провести дорогу, железную дорогу восстановить. Та же дорога выгодно будет и Грузии. Они тоже переживают те неудобства, те лишние затраты через море. Это нужно обсуждать. Это в этом большую роль я отвожу к советникам первого лица, руководителя государства. Советники должны иметь большую подготовку. Пример хотите? Пожалуйста. Владимир Моусысян был председателем правительства. Когда вышел на пенсию, он стал советником по Севану. Практически он спас Севану. Практически те мероприятия, которые он проводил, будучи советником премьер-министра, это спасли Севану. Намного-намного спасли. Я все говорю, я не боюсь никого, ничего. Я защиту моего народа делаю. Все в пользу. Никто не может сказать, что мое выражение... Я готов полемизировать с любым академиком, с любым профессором по поводу взаимоотношений с окружением, с внутренней политикой Армении и так далее. Готов полемизировать, кто желает в эфире и в аудитории. Михаил Давидович, большое вам спасибо за интересное интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова